Какую форму имеет планета Земля? А – круглую, Б – шарообразную, В – форму неправильного шара и Г – форму плоского диска. Правильный ответ, конечно, В. Наша планета имеет форму неправильного шара, чуть приплюснутого с обоих полюсов. И если этот ответ кажется вам очевидным, то вы не поверите, как много людей готовы с пены у рта отстаивать вариант Г. Как думаете, что бы сказал Пифагор, если узнал бы, что люди по-прежнему верят в плоскую Землю, даже спустя 2,5 тысячи лет после его предположения о ее шарообразности? Сегодня, в эпоху современных искусственных спутников и точнейших фотографий из космоса, люди по-прежнему спорят. Развитие социальных сетей предоставило миллиардам землян возможность экспертно высказываться по любому самому сложному вопросу. Так что абсолютная научная догма о том, что Земля круглая в 21 веке снова поставлена под сомнение. Число сторонников этой теории достаточно велико. О них даже пишут статьи, ведущие издания, и снимают фильмы, крупнейшие стриминговые платформы. Но кто эти люди и как им живется на плоской земле? Давайте разберемся. С вами Павел Коныгин, и дважды в неделю я делаю для вас разборы об истории, политике, да и просто о жизни вокруг. Подписывайтесь на канал «Проложение следует» и, пожалуйста, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски. Кстати, этот выпуск записан в партнерстве с телеканалом «Дождь» и изданием «Де Москва Таймс». Первым предположил, что Земля имеет форму шара древнегреческий философ и математик Пифагор Самоский, а доказал это два века спустя другой великий грек – Аристотель. Среди прочего, наблюдая за лунным затмением, он отметил, что тень от Земли имеет форму круга, независимо от положения Луны. Дальше нашу планету топтали еще многие замечательные люди, доказавшие, что Земля вращается вокруг Солнца и даже прошедшие за свои убеждения на костер. Но Земля вертится, и время не стоит на месте. Люди развиваются, соответствуя времени. И в 2015 году, как утверждает герой фильма Netflix, известный на всю Америку продвигатель идеи плоской Земли Марк Сарджент, YouTube выдавал 50 тысяч видео по запросу Flat Earth, что по-английски означает «плоская Земля». Сегодня он их выдает уже 20 миллионов. Отдельные видео набирают по 10-20 миллионов просмотров. Теоретическими бла-бла-бла дело тут не ограничивается. Вот в 2017 году американский рэпер B.O.B., настоящее имя Бобби Рэй Симмонс-младший, начал кампанию по сбору средств для запуска спутника. Рэпер, ярый сторонник теории плоской Земли, хотел найти доказательства того, что наша планета представляет собой диск, а не шар. Его целью было собрать 1 миллион долларов на сайте GoFundMe, чтобы отправить в космос множество тестовых беспилотников, метеорологических шаров и спутников, которые помогут найти кривую, термин, который сторонники плоской Земли используют для описания края нашей, по их мнению, дискообразной планеты. Эта кампания провалилась, но, возможно, рэперу просто нужно больше времени, чтобы заставить широкую публику раскошелиться. Все-таки пока миллионы энтузиастов готовы поддерживать идею плоской Земли в первую очередь просмотрами в Ютьюбе. Но, к сожалению, не все готовы выкладывать за нее свои кровные деньги, которые мгновенно улетучиваются, независимо от того, круглая у них Земля под ногами или плоская, вертится она или нет. Да и скептиков, которые пока не верят в псевдонаучный бред, плоскоземельников пока все же больше, чем сторонников бреда. Легендарный в прошлом баскетболист Шакил О'Нил подвергся насмешкам в интернете, когда несколько лет назад в своем подкасте заявил «Это правда, Земля плоская». Он объяснил все логически. «Я не хожу вверх и вниз под углом 360 градусов. Вы смотрели в последнее время на улицу Атланты и видели все эти здания? Вы что, хотите сказать, что Китай под нами? Китай под нами?» Нет, это не так. Мир плоский. Такие, как Шакил, меньшинство, но все же их миллионы. Среди них голливудские знаменитости, пилоты коммерческих авиакомпаний и даже один бывший сотрудник НАСА Мэтью Бойлан. Онлайн-сообщества плоскоземельников имеют сотни тысяч последователей. В США ежегодно проводятся всемирные конференции по плоской земле, а YouTube полон видеороликов, в которых приводится доказательство того, что власти, оказывается, скрывают правду от народа. С другой стороны, сегодня в тех же США уже есть сообщества ученых, которые проводят научно-популярные конференции, чтобы попытаться переубедить тех, кто верит в эту плоскую землю. Ну или, по крайней мере, помешать им вербовать новых сторонников. Но, похоже, их усилий недостаточно. В 2018 году соцопрос показал, что только 84% американцев уверены в том, что Земля круглая. А среди молодых граждан США в возрасте от 18 до 24 лет о шарообразной форме нашей планеты знали только 66% опрошенных. Можно было бы с усмешкой махнуть рукой, «Ну так это же в Америке». Но проблема ушла далеко за пределы Соединенных Штатов. В 2020 году 7% населения Бразилии, это около 11 миллионов человек, заявили, что Земля плоская. В том же году уже прокремлевский в ЦИОМ провел соцопрос, показавший, что 6% россиян не знают, какой формы на самом деле наша планета. А в 2022 году другой опрос той же соцслужбы показал, что 35% жителей России уверены, что Солнце вращается вокруг Земли. Знаете, что еще страшнее? За 15 лет этот показатель вырос на 7%. В России канал РЕН-ТВ – главный телевизионный оплот плоскоземельного движения. В 2017 году сотрудник этого телеканала Игорь Прокопенко, автор фильма «А земля-то плоская», даже получил главную российскую телевизионную премию ТЭФИ в номинации «Просветительская программа». Канал РЕН-ТВ, напомню, принадлежит национальной медиагруппе, которой владеют структурой путинского друга Юрия Ковальчука. А совет директоров группы возглавляет близкая Владимиру Путину женщина Алина Кабаева. Так что, дорогие зрители, делайте выводы, кто нам впаривает весь этот бред. Но погодите, скажете вы, каковы доказательства того, что нас все эти годы действительно не обманывали, и Земля действительно не плоская? Ну, во-первых, мы с вами живем в эру космических полетов. Поколение космонавтов, начиная с того же самого Юрия Гагарина, видели и даже фотографировали нашу планету со стороны. И никто из них не возвращался из полетов с сенсацией, что Земля – это круглый диск. Кроме того, с помощью телескопов люди наблюдают множество планет, как внутри Солнечной системы, так и за ее пределами. И все они имеют форму, приближенную к шару. Но лишь одним нам посчастливилось родиться на плоской планете. Как же так? Ладно, шутки в сторону. Не обязательно быть космонавтом или ученым, чтобы своими глазами увидеть доказательства шарообразности Земли. Вы когда-нибудь бывали на море? Провожали взглядом кораблей? Что случается, когда корабль скрывается из вида на горизонте? Вы помните? К счастью, он не падает с края Земли, а продолжает свой путь по недоступной нашему взору части земного шара. Именно поэтому, когда мы приближаемся к горам, то сперва видим на горизонте их вершины. Чем ближе мы подходим, тем большая часть гор становится доступной нашему взгляду. Но если бы Земля была и вправду плоской, то все на ней было бы как на ладони и горы, и корабли, и море. У теории плоской Земли на самом деле глубокие корни. Если говорить о более-менее близких к нам временах, то идея о том, что Земля плоская, вернулась к землянам в 19 веке, как реакция на научный прогресс, отмечает сайт physicsworld.com. Возможно, самым известным ее сторонником был британский писатель Сэмюэль Роуботтем. Он считал, что Земля представляет собой плоский неподвижный диск с центром на Северном полюсе. Антарктида – это просто ледяная стена на внешней границе диска, а Солнце и Луна вращаются вокруг Земли на расстоянии примерно 4800 километров, то есть чуть меньше, чем от Москвы до Иркутска. В 1956 году его преемник, британский писатель Сэмюэль Шентен, создал общество плоской Земли. Организация подвергла сомнению достижения в области космонавтики, в частности, первые фотографии Земли, сделанные из космоса, и лунные миссии Аполлона. Впрочем, число участников общества плоской Земли тогда исчислялось всего несколькими тысячами. В начале 2000-х годов, когда интернет стал средством распространения в том числе необычных взглядов, эта идея стала набирать популярность, но в основном только в США. Общество плоской Земли возродилось в 2009 году с созданием ежегодной всемирной конференции по этой теме. В последние годы в Бразилии, Великобритании и Италии даже проводились конференции о плоской Земле. У нынешних пропагандистов-плоскоземельщиков нет единой альтернативной теории. Представления различаются даже внутри самого общества плоской Земли. Некоторые плоскоземельщики заявляют, например, что края Земли окружены стеной льда, удерживающей океаны, а края стены охраняет НАСА, чтобы, во-первых, никто не узнал правды, а во-вторых, чтобы люди не перелезли через стену и не упали с диска. Согласно мнению других, наша плоская планета и ее атмосфера заключены в огромную снежную полусферу, так что с краев диска ничего не может упасть. Чтобы объяснить существование дня и ночи, большинство борцов за идею плоской Земли рассказывают, что Солнце движется по кругу над Северным полюсом, а солнечный свет действует как прожектор. Еще одна модель предполагает, что Солнце и Луна имеют диаметр 50 км и обращаются вокруг дискообразной Земли на высоте 5500 км, а звезды находятся над ней в виде вращающегося купола. Плоскоземельщики также считают, что должна существовать и невидимая антилуна, которая заслоняет Луну во время лунных затмений. Есть и другие теории, но всех борцов за Землю в форме диска объединяет один принцип – вея только своим глазам. Если ты видишь, что горизонт выглядит плоским, значит, так оно и есть. Остальное – результаты заговора со стороны космических агентств, предварителей GPS и служб управления воздушным транспортом. Есть основания полагать, что люди, склонные к таким взглядам, имеют низкий уровень научной грамотности. Тем не менее, Эшли Ландрум, психолог из Техасского технологического института, говорит в своих интервью, что сторонники плоской Земли не обязательно являются людьми, которые не верят в науку. Верящие в плоскую Землю, в принципе, разделяют разные формы теорий заговора. Они смотрят на мир через этот действительно темный фильтр, где, как они считают, все власти, институты и корпорации существуют только для того, чтобы эксплуатировать вас, говорит психолог. Конечно же, во все времена существовали люди, которые не доверяли знанию и полагали, что жить в постоянном сомнении безопаснее. Но сейчас с появлением интернета у этих людей появилась гигантская возможность транслировать свои квазинаучные рассуждения на широкую аудиторию, которая в кризисных ситуациях, из которых наша планета в последнее время не вылезает, охотнее покупается на всякого рода теории заговора. Что же касается сотен тысяч ученых по всему миру, которые утверждают, что Земля круглая, этому обстоятельству плоскоземельщики находят свое объяснение. Они говорят, что как только ученый добивается определенного статуса, он уже не хочет высказываться против системы, которая дает ему его материальные блага. Некоторые из активистов плоскоземельного движения даже готовы рисковать жизнью, чтобы другие поверили в их правоту. Пару лет назад американский каскадер и энтузиаст-изобретатель, 64-летний Майк Хьюз, даже разбился в Калифорнии на ракете, которую сам же и собрал. Хьюз рассказывал, что хочет подняться над землей достаточно высоко, чтобы сфотографировать ее плоскую. После смерти отважного энтузиаста Даррен Шустер, его представитель по связям с общественностью, правда сказал, мы использовали плоскую землю в качестве пиар-трюка. Плоская земля позволила нам получить так много рекламы, что мы продолжали. Я знаю, что он не верил в плоскую землю на самом деле. Как бы то ни было, но Хьюз погиб за то, чтобы другие верили, что Земля является плоской. А вы, пожалуйста, берегите себя, оттачивайте критическое мышление и, пожалуйста, верьте в науку и ставьте лайки этому видео. Продолжение следует. Продолжение следует – это независимая медиа и нам очень нужна ваша поддержка. То, что вы можете сделать прямо сейчас, это очень просто. Подпишитесь на YouTube-канал «Продолжение следует» и обязательно нажмите на колокольчик. Мы делаем интервью и разборы благодаря вашим донатам на сервисах Patreon и Boosty. Если каждый, кто посмотрел это видео, переведет даже небольшую сумму, условно 50 рублей, это поможет нам и дальше выпускать интервью и разборы, а еще публиковать статьи и заниматься расследованиями для веб-сайта нашего издания, он называется «Проследует.Медиа». Это всего несколько минут вашего времени. Все нужные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Жмите колокольчик и остаемся вместе.